добрый вечер друзья мои вот посмотрите какая у меня проблема друзья мои вот моя великолепная голубая гортензия которую мне внучка старшая подарила на день рождения вот она цвела очень красиво голубыми шапками я вам ее показывала потом внезапно как бы стали засыхать цветы и края вот края стали подсыхать они просто вот сохнут и ломаются я уже ее пересадила я уже ее и обрабатывала я уже ее и калием подкормила я думаю ну наверное что-то нехватка калия но ничего не помогло сегодня дочь пришла посмотрела и говорит мама посмотри что творится я глянула боже мой она вся в паутине представляете на нее напал паутинный клещ откуда а получается что из магазина в общем вот так у меня была настойка луковой шелухи я ее даже еще не разбавляла и я просто налила в кружку этой лугковой шелухи неразбавленной туда наверное чайную ложку а то и десертную фитоспорина добавила у меня сломалась пшикалка и я прямо вот из груши я ее всю-всю друзья мои облила не знаю что будет вытащила я ее естественно в карман там горит лампа сутками и вот в общем вот такая вот у меня беда что такое как быть я не знаю вот обработать отравы я уже не успеваю общем вот такое вот у меня горе не знаю доживет она у меня до весны чтобы не ее можно было пересадить на улицу на дачу не знаю жалко просто говорю господи не покупайте мне это они у меня не живут посмотрите эти вот вот что будет даже не знаю ведь вот вся макушечка вот уже лист уже новенький видите вот отростки дает вот такие вот друзья мои у меня такая проблема собрала я свой походный сумарек хотела с пакетиком но спросила у соседки она ложилась на коронарографию я говорю что там надо она говорит ну что принадлежности бельишко ночнушки на день полотенце такое такое гигиенические всякие приспособления кружки и ложки там чашки сменную обувь и так далее так далее покушать потому как первый день не будут кормить вот друзья мои я достала свою походную любимую сумочку вот такую вот кстати мне и взять подарил вот сколько я уже пять лет пять лет я уже с ней езжу вот так и вот такая вот сумочка еды еще туда сходила в ярче купила на 500 рублей себе всякой всячины вот пришла домой фидюшку дочка забрала пошел он в новые гостики вот так отец его вечером заберет завтра садик вот так вот и день прошел с утра мы с ним занимались вчера букварь почитали молодец хорошо он читает сегодня складывали вычитали в уме я говорю пальчики пальчики не надо с действовать задействовать но от разобрали с ним гласные согласные вчера сегодня разобрали десятки единицы и десятки общем учеба идет полным ходом но он молодец справляется взял мои полила сегодня свои томатики потому как вот двое суток я надеюсь что двое суток они будут неполитые ну наверно как-нибудь выживут уж думаю вот мои огурчики я их подсыпала мушки никуда не ушли летают конечно на мой взгляд вроде как их меньше стало летают как летали так и летают в общем без отравы я не обойдусь вот видите пасынок растет а вот верхушка от этого томатика друзья мои у меня это баночка стояла как раз около гортензии на комоде и вот похоже она похоже она этого паутинного клеща прихватила поэтому поэтому не знаю наверное она не выживет это вот верхушечка ну вот убрала все с подоконника потому что как только вечереет подоконник становится ледяной у нас на улице холодно такое впечатление как будто снова возвратилась зима вот такие вот дела вот сегодня прошлась по своим старым шортиком и наткнулась на комменты у меня там шортик есть гуляю получила пенсию а получила пенсию гуляю буря мглое небо кроет ой друзья мои сколько сколько там мне комментов и в хвоста меня и в игре вот а меня и и всяко разно и безобразно и дети то мои плохие и помогать то мне никто не помогает и крашеная и я я одетая и разодетая и плачу и ною и все такое прочее друзья мои ну я конечно на 99 и 9 процентов уверена что это пишут не мои подписчики а те кто просто вот зашли прогульнуться и вышли ну вот я хочу ответить друзья мои я живу прекрасно по мере своей возможности дети у меня хорошие выученные образованные работящие да со своими проблемами а у кого их нет сейчас жизнь такая и зитья у меня хорошие уважают меня и мужа моего уважали никто никогда слова не буду плохое слово говорить не сказал понимаете и внуки у меня чудесные я их обожаю они меня обожают но друзья мои суть то не в этом суть не в этом суть была в том что я ну вот я буду говорить конкретно о себе я всю жизнь работающая не тунеядка выучившаяся я я хочу сама я хочу сама дарить подарки помогать своим детям внукам сводить в кино в театр на какие-то там праздники купить какую-то обнову уже не говоря о днях рождениях сводить куда-то вот даже с видюшкой пошли в магазин купить ему вкусняшку какую он захочет ну и друзья мои я ведь тоже я ведь тоже женщина я тоже хочу купить себе простите те же те же красивые хорошие белье понимаете я тоже хочу какую-никакую одежду я хочу хорошую косметику и прическу я хочу да и волос покрасить хорошей краской я тоже хочу и обувь я хочу хорошую и лекарства друзья мои я тоже хочу хорошие нормальные которые мне показаны по поводу еды ничего не могу сказать по еде я конечно что сготовила что купила что сготовила на что хватило денег то как бы я и им я человек очень неприхотливый понимаете ну а так выйти с внуком на улицу и не купить ему какую-нибудь вкусняшку или прийти не купите какую-то какую-то вот мелочь приятную для детей но это как вообще я этого не понимаю я вот о чем хотела сказать понимаете я вот о чем принципе нам ну особо особо много и ничего и не надо ну все есть ну что эти деревяшки да вон они собой ничего не заберешь все есть вот этого не хватает а дети а детям сейчас очень трудно очень трудно и внукам трудно и детям трудно и мужьям их трудно ну сейчас большинству людей трудно я например не работала чиновницы я не получаю две зарплаты я не получаю там еще какие-то как вот тут знакомую встретила она мне хвасталась что у нее она работала в администрации у нее больше пятидесяти тысяч пенсия ну и дай бог каждому свое как говорят кесарю кесарева как мне сказали вот вы наверное баклуши били дома сидели и получаете 9000 да нет я не получаю 9000 я получаю нормальную пенсию но невысокую мне ее не хватает хотя я стараюсь а не хватает вот на что я перечислила и что я хочу а так конечно хлеб молоко сметанка заплатить квартплату вполне хватает дети помогают одевают обувают по большей части подарки дарят так что все хорошо друзья мои все хорошо просто нормальные мамочки и папочки они не они не помогают не пойми кому чужому вася клетчатому на чужие хотелки не отправляют деньги они помогают вот своим детям внукам ну и естественно конечно как откажешь помощи тому же больному ребенку на лекарство на какое-то конечно нет мы никогда не отказываем ну сколько сколько есть возможности да мы посылаем и дети мои также я также церковь отдавали какую-никакую помощь на благие дела то есть друзья мои каждый рассуждает я так хочу сказать каждый рассуждает по мере своей распущенности ну вот мои хорошие высказалась вроде как прямо не меня не отпустила мне все равно как-то мне все равно как-то обидно когда люди не понимают вот это вот не зная человека говорят не пойми что дорогие мои смотрите какая все таки красота мне моя тамарочка написала не было у бабок не было у бабы забот она купила порося друзья мои вот они порося но какие же это классные порося друзья мои вот кто еще не попробовал заниматься рассады попробуйте попробуйте вы получите такое удовольствие у кого нет дачи купите тут вам и фитнес друзья мои тут вам и физкультура тут вам и удовольствие тут вам и свежий воздух тут вам тут вам все ну вот на этой ноте буду заканчивать друзья мои трясусь боюсь переживаю но надеюсь что все будет хорошо что я еще ого-го что больше чем на двое суток меня там не задержит что все у меня более или менее терпимо и я приду домой к своим красоткам здоровая ну как здоровая нормальная и мы с ними будем дальше работать миловаться удобряться рыхлиться расти и так далее по списку друзья мои у нас сегодня очень холодно прямо зима вернулась я сходила в ярче и замерзла а я уже переоделась в осеннее пальто и пошла без перчаток и у меня руки замерзли и сама я замерзла вот так так что зима не хочет не хочет уходить ни в какую похоже весна будет у нас в этом сезоне позднее а у меня уже огурчики на третьем листу вот так что будем делать не знаю дорогие мои берегите себя почаще ходите в больницу проверяйте сделайте kg не стесняйтесь нужно проверять свое здоровье а то понимаете не хочу плохое слово говорить но он подкрадывается незаметно вы даже и не заметите а он уже раз и подкрался поэтому берегите себя всего вам доброго с праздником вас с вербным воскресеньем пусть все у вас будет хорошо в семье пусть все у вас будет хорошо в душе здоровье чтобы вас не подводила всего вам доброго пока пока